Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ, и мы продолжаем цикл передач, посвященный молодежному хоккею. Вы знаете, мы сначала думали по-другому закончить нашу программу, наш цикл, но неожиданно поменяли решение, потому что слишком большой интерес вызвал наш предыдущий собеседник. И сейчас мы снова рады представить вам знаменитого защитника 70-х годов Юрия Дмитриевича Терехина. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич! Большое спасибо, что вы вновь согласились прийти к нам на передачу. Ну вот, давайте посмотрим, как говорится, проблему вглубь. Вот молодой человек, ну не молодой человек, точнее говоря, мальчик, да, там сколько там лет, 6, 7, 8, во сколько они приходят в хоккей. Вот он начинает заниматься хоккеем, по крайней мере, он хочет заняться хоккеем. С какими сразу проблемами он сталкивается? Хотелось бы вернуться, немножечко перекрутить историю назад, когда наш хоккей терпел фиаско на чемпионатах мира. Был небольшой такой спад и в сборной, и в клубных командах. Связано было с экономическими трудностями в стране. Была принята программа от Лужков-Шанцев, когда были в Москве, значит, заправляли спортивными делами. Они решили построить несколько десятков катков в шаговой доступности и от школ, и от проживания. И эти катки буквально где-то за год, за полтора были построены. Это в Переделкино, в Марьино, это в Медведково. В общем, программа была выполнена, но до конца ее не довели. Почему? Потому что финансирование этих катков спустили на нет. И директора, которые пришли на место работы, столкнулись с финансовыми проблемами. Они пошли по такому пути. Значит, они привлекли арендаторов, это состоятельные дяденьки, которые недоиграли в хоккей. Недополучили. Не заполучили, да, вот этого удовольствия поиграть. Но появились деньги, они создали вот эти команды арендаторов, платили за лед. Потом были такие массовые катания, платные тоже, были включены в эти стадионы, в дворцы, чтобы был денежный поток. И эти дворцы, они выживали. Потому что зарплаты уборщиц, содержание заливочных машин, все-таки стоило немалых денег. Эту проблему по обеспечению технического персонала была решена. Другой вопрос. Дворцы-то, они предназначались для чего? Для развития хоккея. Значит, надо было поднимать детские и юношеские. Да, конечно. Спорт, да. Тогда пошли по пути финансирования от родителей. Приходит сын с отцом, записывают в секцию, но при этом говорят, что за занятия месяц надо платить, чтобы тренер получал достойную зарплату и он больше времени уделял вашим воспитанникам. Создавалась инициативная группа, там 5-6 человек, которые активно участвовали в жизни вот именно вот этой команды, которая формировалась. Собирались деньги каждый месяц, закупались инвентарь, закупали они сами для детей, обеспечивали. Но тренерскому составу деньги собирались от родителей, потому что зарплата официальная была просто мизерной, там или 5 или 6 тысяч. Ну хорошо. Вот пришел мальчик, у которого родители состоятельные или просто обеспеченные, могут позволить. Но ведь бывает и другая проблема. Мальчик не может обеспечить, то есть его родители не могут обеспечить. Как быть в этой ситуации? А ведь мы знаем из истории, и вот у нас в одной из передач был Владимир Владимирович Юрзинов, который рассказывал, что большинство наших хоккеистов, вот его поколение, более позднего поколения, они были из простых таких заводских семей. Там буквально несколько фамилий, он называл, уже не помню, людей из таких из обеспеченных, ну таких там известных, профессорских семей. А остальном-то, говорит, простые ребята приходили. Так вот, получается, что? Значит, не может, предположим, от мальчика платить за себя. Как быть в этой ситуации? Вернусь опять же в 60-е, 70-е годы. Там была государственная программа. Добирались дети, вставился тренер с хорошей зарплатой, который мог нормально жить и существовать, независимо от игроков. Клуб обеспечивал игроков формой, значит, на соревнованиях питание, проживание, все это за счет клуба. Если тренер проявлял себя как хороший специалист, он получал дополнительные бонусы в виде прибавления зарплаты, давали квартиры тренерскому составу. Так что они, как бы, жили нормально. А сейчас ситуация резко поменялась, потому что нет такой программы, и тренеры должны выживать как-то сами за счет родителей. Я говорю, но возникает еще такая же проблема, что когда приходят в возраст, например, уже заканчивают они детскую спортивную школу, это где-то 16-17 лет, то некоторые игроки за эти 10 лет, имея какой-то там божий дар, может быть, талант, они поднимаются выше, другие, планка у них остается прежняя. И возникает вот конфликт у родителей. Как же так? Мы платили деньги, ходили, и все было нормально. Вот один игрок, значит, чуть ли не кандидат в первую команду или в какие-то сборные юношеские, молодежные, а мой почему-то, пройдя всю эту школу, не попадает в эту обойму. Становится обидно, потраченное время, потраченные средства, а результат? Но они-то понимают, что равенства-то вот такого изначально быть же не может, они же понимают это. Равенства не может быть по природе. Да, по природе, да, по природе. Но некоторые этого не понимают, большинство. Не понимают. Не понимают. Объясняют им, что, да, вот у кого-то есть такие физические там таланты, как ловкость, там, быстрота, скорость. Это, может быть, дар божий, а у вашего сына этого нет. Может быть, ему надо было, как бы, переквалифицироваться в другой вид спорта, может быть, там, у него там пошло бы. Ну, как объяснишь человек, когда уже он занимался 10 лет потерянное время? Раньше, наверное, когда это была государственная программа и когда тренер был независим, по-другому разговаривали. Тренер, он был тренером. Он говорит, извините, значит, мы сейчас не можем вашего парня больше держать в команде, потому что, ну, ничего из него не получится. А сейчас, наверное, играет еще и фактор, все-таки, денежный играет. То есть, расплатит, вынужденно. Есть такой момент, объективно, честно, есть? Конечно. Раньше был естественный отбор. Тренер был независимым. Он смотрит, тянет игрок в составе, не тянет, до свидания. Разговор был очень простой. Сейчас, если родитель платит и видит, что сына не ставит в состав, там, например, он не проходит, опять же, возникают конфликтные ситуации. Я плачу деньги, почему не в составе? И доходит очень до серьезных разговоров, до разборок, до таких, что вызывают и директору, там, стадиона, и заучей, там, которые отвечают за результаты. Так что там очень серьезно все. Ну, хорошо. А вот все-таки, опять же, вернемся к этому вопросу. Вот парень, талантливый парень от природы, но получается так, что он не может платить. Ну, не знаю, скажем, без отцовщины, скажем, там, мать на низкооплачиваемой работе. А этот парень, может быть, это будущее Фирсов или Харламов, да? А он не в состоянии платить, значит, что он не попадает в состав? Как-то вот решаются эти проблемы, как-то с другими родителями говорят, как-то вот в команде, вот как-то решаются эти проблемы или нет? Опять же, двояко. Тренер заинтересован в хорошем игроке, и он уговаривает родителей состоятельных, чтобы они какую-то сумму выносили из-за него на инвентарь, на тренерский состав. Но некоторые, видя в этом парне конкурента, они просто говорят, ну, нет денег, пускай, и парень уходит. Потому что, если они за него, значит, если парень попадает в состав, значит, кто-то из тех ребят, за которых платят, остается за бортом. Здесь тоже я плачу, пускай он играет. А если он будет составлять конкуренцию, да еще и не платить, зачем он мне нужен в команде? Пускай мой сын играет побольше. Здесь такая двоякая ситуация. Тренер хочет, чтобы он был в команде, потому что он сильнейший. А родители занимают такую позицию, что зачем он будет лишний здесь место занимать. Здесь такая вот двоякая. И тогда получается, что будущий Фирсов или Харламов не увидит свет? То есть, он не будет у нас играть? Так получается? Выходит, что ситуация такая. Юрий Дмитриевич, ну вообще, вы знаете, эта ситуация, она сама-то по себе ведь очень страшная. Она же не только ведь в хоккее. Но вы прекрасно знаете, и об этом много говорили, о том, как часто у нас, кто пишет диссертации, как они пишутся, например. А многие талантливые люди не могут это сделать. Почему? Потому что нужно платить просто большие деньги, причем официальные, там, за защиты, там, оппонентам и прочее, прочее. Или, я могу сказать, из своей сферы, вот, литературы, очень много талантливых ребят просто не могут пробиться. Почему? Потому что и многие издательства сейчас говорят, хочешь печататься, платищи, спонсора. И уже сейчас издательства перешли тоже на эту же самую систему, что в хоккее. Та же самая. Вот, да, талантливо, да, все хорошо, но, ребята, ищите спонсора, да? То есть, вот, таких вот, ну, которые издаются, получая деньги, ну, скажем, гонорары, как я, их все меньше и меньше становится, да? Просто мы еще успели, да? А эти успели еще. Вот, поэтому это просто проблема страшная, но все-таки. А вот возьмем такие регионы, вот, как Ярославль, да? Или, там, Омск, Магнитогорск, очень сильные команды, или такие республики, как, там, Башкоркастан, Татарстан особенно. Ведь там же, ну, Татарстан, там же вообще хоккей, ну, и спорт поднят на очень большую высоту, а особенно хоккей, это вообще культовая команда от Барса у них. Вот там какие-то существуют программы государственные, или, там, республиканские, или, если мы возьмем Ярославль, это областные программы поддержки детского хоккея? Я точно знаю, что в Казани спорту уделяется очень большое внимание, потому что можно видеть по таким видам спорта, как футбол, они все время на хорошем уровне волейбол, баскетбол, хоккей, хоккей с мячом. В общем, республика живет спортом, строятся базы спортивные, привлекается молодежь, тренерские кадры, из республики деньги вообще никуда не уходят, они все аккумулируются в республике, и на спорт из бюджета выделяются огромные деньги. — Там вот существуют поддержки детского хоккея? — Поддержки там есть, да. — То есть, напоминает ли, вопрос в чем, напоминает ли вот система в Татарстане, немножко советскую систему, когда, вот то, что вы рассказывали, когда не просто вот так вот по блату, вот пришел, даже не по блату, но есть деньги, значит, парень играет. — А вот действительно, когда смотрят, талантлив или нет, вот есть там такое вот или нет? — Конечно, есть. За талантами охотятся, их ищут повсюду, ходят по школам, отбирают, и это дает определенный результат. То же самое и в Ярославле, и вообще Восток, Восток, он сейчас опережает по уровню детского хоккея, вообще по вот эти вот западные регионы наши. — Потому что в прошлый год разыгрывался чемпионат молодежной хоккейной лиги, ну, вы знаете, при КХЛ было создано, как раз и Юрзинов возглавляет, то в плей-офф, когда начали играть, не попала ни одна команда с запада, разыгрывался чемпионат только восточной команды. — Все западные в первом туре вылетели. Это говорит о том, что Запад отстает от Востока, и очень прилично. — Ну, мы видим, что в самом КХЛ-то, да, вот пока ни одна команда с запада, вот уже вот два сезона прошло, ни одна западная команда не смогла выиграть Кубок Гагарина, тогда ведь это же есть проблема. — А вот такой момент интересный. Вот в КХЛ же играют не только русские команды, но есть и команды из братской Белоруссии, есть латвийская команда, есть из Казахстана команда. — А вот в этих республиках, ну, давайте прежде всего с Белоруссии начнем, да? Насколько я знаю, Александр Григорьевич Лукашенко очень любит хоккей. Там вот есть государственная поддержка развития хоккея? — Лукашенко тоже пошел по этому пути, вот Лужков-Шансов. Он настроил очень много дворцов и привлек очень много российских специалистов. Там много даже моих знакомых работает тренерами и очень хорошо довольны ими. И, в принципе, они показывают хорошие результаты. Есть государственная программа, хотя и страна небольшая, но уделяется в основном футбол. Сейчас они прогрессируют, очень хорошо играют на международном уровне. И вот все-таки хоккей тоже уделяется очень большое внимание. Я думаю, что у них есть большие перспективы влиться именно в элиту хоккейных держав, как Швеция, Финляндия, Россия и так далее, Швейцария. — Ну да, я смотрю, что Белоруссия, конечно, у нее это не отнимешь, она прогрессирует, как это говорится, не подняла по часам. То есть с каждым годом мы видим все более и более сильную команду Белоруссии. Ведь раньше-то никто ее не знал, некоторое время назад была какая-то там команда. Еще и в Советском Союзе она тоже, в общем-то, в Белоруссии особенно так в хоккей-то не блистала. А сейчас команда прогрессирует. А вот в Латвии есть такая программа в Латвии, в латвийском хоккее? — Я думаю, тоже есть государственная программа, потому что они участвуют в таких чемпионатах, объединенных там и Польша, и Белоруссия, и Украина. Они вот варятся в этом своем каком-то чемпионате, который считается как бы международный турнир. — А они когда к нам приезжают сюда, вот скажем, ребята из Белоруссии, из Латвии, то есть они тоже как бы постигают азы нашей школы. Все-таки у нас еще школа сохранилась, да, вот именно в молодежном хоккее. Хорошая наша школа вообще, объективно. — Ну, сейчас она уже в советские времена, по-моему, уже уходит туда далеко. — Ну, советские времена, это как хорошо и как плохо, можно сказать. — Я думаю, что плохо, потому что привлекаются к работе больше уже иностранных специалистов. — И даже с молодежью? — Я имею в виду по КХЛ. — По КХЛ. — И они уже свою какую-то методику... — И свое видение игры уже. — Да, свое видение игры они прививают. Не то, что вот оборачиваясь там на наш советский там хоккей. Нет, они приезжают со своими взглядами, со своими задумками какими-то. — А молодежный хоккей у нас, вот молодежная школа, вот уровень подготовки, она сохранилась у нас объективно только? — Объективно, можно сказать, вот когда создалась вот эта молодежная хоккейная лига, это, конечно, шаг вперед, потому что это резерв КХЛ. — И если там серьезно будут заниматься селекцией, отбором, в общем, тренировочным процессом, материальной базой, чтобы все было там, и льда хватало, и вывозили на сборы там, на землю, на атлетизм, на хороший такой. — То резерв для КХЛ будет. Но пока, пока, вот Евротур показал, что все лучшие игроки, которые были признаны, вот сейчас, когда Евротур был, это шведы, финны, чехи наших. К сожалению, не было ни вратарей, ни нападающих, ни защитников. В символические какие-то сборные даже никто и не вошел. Это говорит о том, что уровень, наверное, все-таки понижается. Мы, создав КХЛ, мы тренируем иностранцев. Чем больше квот на иностранцев, тем эти сборные будут, наверное, играть сильнее. Мы готовим финнов, чехов, шведов, потому что в тех странах, я думаю, там 2-3 человека только иностранцев могут играть, а остальные все только местные. А у нас разрешается по 5-6 человек, не знаю, с каждым годом идет увеличение. Значит, наши игроки как бы не нужны. Особенно молодежь. Да, они не соответствуют уровню КХЛ, а привлекаются больше и канадцев, и американцев, и чехов, шведов. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу, но я думаю, мы с вами еще встретимся и завершим нашу программу. Большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...